Реддит истории из серии женщина я здесь не работаю. Я здесь не работаю против я здесь не работаю. Меня не волнует, что эта девка не работает здесь. Пускай работает. Наглая женщина наконец ответила за свои поступки. Я здесь не работаю против я здесь не работаю. Босс хотел сделать несколько красочных панно для нашего офиса, но времени для покупки материала у него не было. Поэтому кто-то из нас должен отправиться в ближайший магазин товаров для дома, чтобы купить все необходимое. Мы устроили жеребьевку и тянули спички, потому что не любили посещать это место. Посетители этого магазина в основном пожилые люди и чокнутые мамаши. Форма сотрудников похожа на нашу. Мы носим черные брюки и блестящие кепки. К тому же у них острая нехватка персонала. Очередь на кассе всегда большая. В какое бы время вы не пришли в магазин, трудно находиться там даже в неопределенной форме одежды. Всегда можно столкнуться с непредвиденным препятствием. Как вы уже догадались, мне выпала короткая спичка. Я снял свою фирменную рубашку, взял рюкзак, надел наушники, наивно полагая, что это защитит меня и отправился выполнять поручения. Стрелой пролетело через ход в магазин, избегая смотреть по сторонам, хотя и был в наушниках, но слышал все разговоры вокруг. Мне все-таки попались на глаза несколько человек, пытающиеся привлечь мое внимание, помыхав мне рукой. К тому времени, когда я получил свой товар, мне пришлось указать более 15 раз на свои наушники, потому что покупатели просто подходили ко мне и просили разные вещи. Я занял место в конце длинной очереди к кассиру. Со мной рядом находилась тележка с большой связкой гелиевых шаров. Позади меня стояли 4 пожилые дамы и возмущались огромной очередью. Услышал, как одна из них громким голосом сказала, «Они должны открыть другую кассу!» У меня сложилось впечатление, что женщина говорит это для меня, подозревая, что я работаю в магазине. Я не ошибся. Через несколько минут за моей спиной возникло какое-то движение, и по моему плечу похлопали. Эта женщина спросила меня, «Вы не собираетесь открывать вторую кассу?» «Я здесь не работаю». Проходит несколько секунд, пока дама переварила мой ответ. Затем она снова тронула меня. «Ты не можешь меня вот так игнорировать!» «Совсем совесть потерял!» «Почему нет?» Я надеялся. Женщина отстанет от меня и показал на наушники. Дамы возмущенно зашептались, начали ныть еще больше, что долго стоят в очереди. Та самая женщина дернула меня за руку. «Очередь такая длинная, мы не...» «Ну так и не стойте! Кто вас держит?» «Придете в другой раз!» Мне надоело терпеть ее приставание. Понимал, что нагрубил женщине. Она выглядела так обиженно и жалко, будто у нее забрали самое ценное имущество. Но она все равно не оставила попытку пробиться к моему сознанию. «Ты мне ответишь или нет?» «Ты как ведешь себя?» Я решительно снял наушники, развернулся к женщине лицом и произнес. «Да я тоже спешу!» «Почему бы вам не открыть для нас вторую кассу?» «Вообще-то я здесь не работаю!» «Я просто покупательница, в отличие от вас!» «Я тоже клиент!» «Но, видимо, это не имеет для вас значения, так что вперед!» «Идите и откройте для нас кассу! Мы ждем!» Выражение шока на лицах женщины и ее подружек было непередаваемым. Мы молча смотрели друг на друга несколько секунд, пока она не поняла, что я говорю это серьезно. Я отвернулся от них. Женщины снова начали что-то бормотать между собой. Но по плечу меня больше никто не хлопал. Я надеюсь, что женщина сделала правильные выводы из этой ситуации». Наглая женщина, наконец, ответила за свои поступки. «Я делал покупки в известном супермаркете поздно вечером в воскресенье. Неожиданно незнакомая женщина подошла ко мне. «Пацан, подошел ко мне!» «Давай-давай, быстрее, шевели своими булками!» «Так, найди вот эти товары для меня по списку!» После сказанного дама пытается впихнуть мне список необходимых ей продуктов. Конечно же, я ответил уже довольно известную всем фразу «Мисс, я здесь не работаю». Сразу понял, что это был не тот ответ, которого ждала женщина. Она просто обрушилась на меня громкими криками. «Какого черта? На тебе форма сотрудника магазина!» «Хватит лениться! Ты должен обслужить меня!» Да, действительно, на мне была рубашка такого же цвета, как у персонала. Но я все-таки не работал в этом магазине. Она орала еще много гадостей в мой адрес, но перечислять я их не буду. Так как мне самому неприятно, да и долго это. Поэтому я просто терпеливо ждал, когда женщина замолчит и сказал «Да, в этом вы правы. Моя рубашка одного цвета с формой сотрудников. Но, повторяю, я не работаю здесь, поэтому не могу вам помочь. Да и не хочу. С таким отношением к людям я удивляюсь, что вам кто-то еще будет помогать. Уж лучше быть уволенным, чем что-то для вас сделать». Женщина словно сошла с ума. Видимо, мои слова ее сильно задели. Она размахивала руками и возмущенно кричала на весь зал. «Ах ты, ленивый негодяй! Так ты относишься к своим обязанностям! Черт возьми! Немедленно позови своего менеджера! Я буду требовать, чтобы тебя уволили!» Мне было неприятно слышать эти вопли. Я повернулся и пошел прочь от скандалистки. Она пыталась преследовать меня, продолжая выкрикивать угрозы. Но мне удалось убежать и потерять ее из поля зрения. Подошел к кассе и начал оплачивать свои покупки. Прошла неделя после неприятного инцидента в магазине. Мне сообщили, что я должен побеседовать с человеком, претендующим на должность секретаря нашей компании. Я пришел в комнату для собеседований и пригласил заявителя. Взял в руки анкету претендента, увидел личную фотографию, и глаза мои широко раскрылись. На фото было лицо той самой дамы, которая преследовала меня в Walmart. О да, настал мой час возмездия. Не подумайте, я не хотел отказывать в работе человеку только потому, что он меня нахамил. Но немного потроллить мне, конечно же, хотелось. Женщина вошла в комнату и увидела меня. Лицо ее пошло красными пятнами. Она начала задыхаться от волнения. Я смотрел на нее молча несколько секунд. Потом предложил, пожалуйста, присядьте. Женщина скромно присела на краешек стула и сверлила меня щенячим взглядом. Я понял, что если я сейчас буду подшучивать, то она будет зажата еще больше. Поэтому от троллинга я все же отказался и вел собеседование на самом профессиональном уровне. Я ни разу не повысил голос, не оскорбил, не обидел и был максимально тактичен. Однако она не смогла ответить даже на самые простые вопросы. Более того, уровень ее владения ПК был на уровне моей прабабушки, которая застала только печатные машинки. Я уже не говорю о необходимом софте для серьезной финансовой компании. Единственное, что она умела, хороший кофе. Но это умеет делать и аппарат. Поэтому я со спокойной совестью отказал ей в должности. Конечно же, после этого на меня обрушилась гора упреков о моей предвзятости. Однако теперь я батя в здании. Поэтому я нажал заветную кнопочку и охрана просто ее вывела из моего кабинета. Меня не волнует, что эта девка не работает здесь. Пускай работает. Я иногда думала, как люди могут так ошибаться, принимая клиентов за персонал, пока сама не попала в подобную ситуацию. Я гражданка Великобритании, которая долгое время, несколько лет работала в чужой стране. Все это время я не была на родине, поэтому на днях собрала все дни накопившегося отпуска, договорилась с моими боссами и решила побывать дома. По всем расчетам, мой отдых будет длиться до нового года. Вчера во второй половине дня самолет моего рейса приземлился в большом международном аэропорту. Я хотела взять на прокат машину, потому что в планах было несколько поездок к друзьям, которые живут в разных концах страны. У компании, с которой я связалась, принято правило по топливу. Пусто-пусто. В машине достаточно горючего, чтобы можно было доехать до ближайшей заправочной станции и залить бензин за свои деньги. При возвращении бак тоже мог быть пустым или с минимальным количеством топлива. Все там и началось, на станции АЗС, расположенной в пяти минутах езды от места проката автомобилей. В нашей стране мы лично заправляем бензобаки своих автомобилей. Работники, которые будут закачивать вам бензин и получать за это деньги, встречаются редко. Если вы поедете в отдаленные сельские районы, где нет АЗС, вам могут помочь просто так. Также это происходило и в стране, где я работала. Вы должны заплатить за топливо в кассе магазина, связанном с АЗС. Иногда на самом автомате, с помощью карты. На этой заправочной станции была опция платить на автомате. Стояла очередь из машин, нужно было немного подождать, чтобы добраться до свободного автомата. Когда я коротала время, ожидая своей очереди, обратила внимание, что на заправочную станцию въехала прокатная машина из той же компании, что и моя. Я еще не догадывалась, что окажусь в центре дальнейших событий. Подошла моя очередь, я вышла из машины и начала заливать бензин. Заполнила бак, полезла в карман, чтобы достать карточку и расплатиться. В этот момент кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулась и увидела женщину лет 30. Она выглядела очень сердитой. Мне самой было 20 с небольшим, одета в спортивные штаны и толстовку. Это была обычная дорожная одежда, ничуть не похожая на форму. Злым неприятным голосом женщина сказала. Наконец-то кто-то появился. Вы можете сказать водителям, чтобы они отъезжали побыстрее. Нам нужно подъехать к автомату. Я чувствовала себя очень уставшей после перелета. Меня смутило такое обращение и требования постороннего человека. Поэтому ответила. Ничем не могу помочь. Они были здесь до вашего приезда. Придется подождать. Но они не из компании по прокату автомобилей. Вы только что обслуживали машину, такую как у меня. Заставьте их отъехать и закачайте нам бензин. Я не работник прокатной компании. Сама взяла машину на время. Должна уточнить. Никто не будет заправлять ваш автомобиль, кроме вас самих. Я сказала это и отвернулась от женщины, чтобы заплатить. Ей очень не понравилось такое поведение. Она вцепилась в мою руку и сказала. Я не хочу, чтобы мне заправили авто какой-то бодягой. Мне нужен газ. Нам сказали, что мы можем сделать это здесь, на этой заправочной станции. Если ты отказываешься нас обслуживать, я потащу тебя в офис и добьюсь твоего увольнения. Женщина почти кричала последние слова. На эту сцену обратил внимание сотрудник станции и подошел к нам. Он поинтересовался, что происходит. Я собралась вежливо объяснить ему суть разговора. Но женщина опередила меня. Она сразу выпалила обвинение в мой адрес. Это сотрудница вашей компании-партнера, Кэйр Хай Компани. Лентяйка. Она отказывается качать нам газ. Сотрудник посмотрел на меня внимательно и спросил. Вы работаете в компании по прокату автомобилей? Нет, я просто взяла в пользование их машину. Мне нужно было ее заправить. А сейчас я хочу за это заплатить. Женщина истерично закричала. Начала показывать руками на мою машину. Нет, она врет. Она работает в компании. Посмотрите наклейки на ее машине. Они одинаковы на всех арендованных авто данной компании. Сотрудник станции попробовал убедить женщину. Поймите, эта девушка не работает в компании по прокату автомобилей. Уверяю вас, у нас нет никаких контрактов с этой компанией. Мне кажется, нужно позволить ей двигаться дальше, чтобы она могла уехать. Тогда очередь немного передвинется. К этому времени за машиной скандальной женщины припарковалось уже 8 авто. Так как водитель не знал, что можно подъехать к любому свободному автомату. Остальные водители из прибывших машин начали возмущаться задержкой. Но женщина, казалось, не замечала ничего вокруг. Я хочу, чтобы кто-то заправил мою машину немедленно. Меня не волнует, что эта девка не работает на этой станции. Пусть работает. Хотя она и пыталась высмеять мой акцент, но выглядела она очень странно из-за своих речей. Глупышке очень повезло, что ее не сняли на камеру, чтобы поместить видео в Facebook и опозорить на весь мир. Сотрудник начал нервничать, потому что люди громко возмущались и устроили шум автомобильными сиренами. Он неприязненно посмотрел на женщину и произнес. Вы не в той стране, если думаете, что кто-то это сделает вместо вас. Пожалуйста, скажите вашему водителю, чтобы он подъехал к свободному автомату. Или нам придется отбуксировать машину в сторону, как незаконное препятствие. Я почти уверен, что парень просто пугал клиентку. У него не было таких полномочий, но она не знала этого и вынуждена согласилась. Женщина дала сигнал своему водителю проехать вперед. Машина двинулась под приветственные саркастические крики милых земляков. Как здорово быть дома. Работник станции извинился передо мной за происшедшее и пригласил в магазин, чтобы я выбрала что-нибудь для себя. Я прибыла домой с полным баком бензина, роскошным рождественским сэндвичем и хорошей историей, которую рассказала своей семье. Подозреваю, это оказался не тот прием в Великобритании, на который рассчитывала иностранка. Но она заслужила такое обращение своим поведением. Позади меня стояли чер... Черные, да? Четыре. У меня там уже дофига частей и я здесь не работаю, поэтому переходи в плейлист или смотри другие треды на канале.